Друзья, мы снова в Родавальде, в нашем любимом порту. Смотрите, состав с машинами как раз только подходит до НСФ, с завода, с заводов разных. Один вот стоит. Стоит один. Драк. Это я на втором ярде. Тут их два. Два места, где можно машины забирать. Это я на втором ярде. Сейчас буду брать Chevrolet Silverado. Мне в этот раз, короче, дали пять машин. Но пять я не возьму, потому что высота у меня не позволяет. Возьму четыре. И, ребята, эти машины едут знаете куда? Аж в Нью-Йорк. В сам Нью-Йорк. Как говорится, что боялись, на то и напоролись. Район Квинс у нас, получается, Long Island City. Название. Но это не Long Island, а именно Квинс. Вот. Сейчас забираем здесь один пикапчик и едем на другой ярд. Еще забираем три машины. В общем. Надеюсь, что дождь сегодня не будет. У тебя уже начинается. И будем с вами ехать на Нью-Йорк. Выехал я достаточно поздно. Сейчас у нас час тридцать дня уже. В одиннадцати это выехал. Вот. В общем, работа по месту продолжается. Друзья, начинаем снимать ролики. Продолжаем снимать ролики про эту работу. Вот. Если молотонно и не интересно, скажите, что хотите увидеть. Да, если нормально, ставьте лайки. Колокольчики, бубленчики и все такое. Поехали, поехали. Очень много рэмов тут стоит. Мне кажется, они еще больше здесь навезли. Этих рэмов. Этих рэмов в основном в Америке здесь используются как эти. Почты, скорые помощи. Такие сервисные машинки. Вон даже есть красный крест. Похоже. Как-то такие машины я возил, знаете, откуда? С под Мексики. Город Лоредо. Забирал оттуда со свифта вот эти рэма. На север. Заметил такую вещь, что я не видел ни разу спарных колес на них. В основном только по одному колесу. Ну, я имею в виду. По два. По одному с каждой стороны. Такие heavy duty. Тяжеловесов нету. Думаю, что это 1500. Вес он берет небольшой. Этот автобус. Окей, друзья, мы на месте. Вот она наша машинка. За 59 тысяч долларов. GMC Sierra Denali. Топовый пикапчик. Только что меня сюда подвез рабочий нашего брокера. Представьте, ребята. Оказывается, здесь у них есть свои рабочие. Что не может не радовать. Так было бы мне пешком идти. Долго. А вон, чувачок на джипе, короче. Говорит, ты работаешь на RPM. Я говорю, да? Садись, говорит, подвезу тебя к тачке. В общем, подвез меня сюда. Говорит, будет здесь работать две недели. Будущие. И помогать нам искать машины. Ну, или вообще помогать в разных таких ситуациях. Если мы что-то не найдем там. Это супер. Это супер, друзья мои. Так что, всегда хорошо, когда есть кто-то, кто поможет с этими всеми движениями. В общем, ну, а мы продвигаемся. Заводим этого Денальку. Не знаю, как долго мы еще будем работать на GM-ах. Потому что есть информация, что... Так, надо тише сделать. Есть информация, что мы перейдем на Tesla. Через некоторое время. Но будет видно. Может быть, ненадолго. Вот. Ну, а пока... This vehicle is in demonstration mode. Connected by OnStar's high speed 4G connection. Press the blue OnStar button to learn more. Thank you, darling. Thank you. Ну, а пока на GM-ах. Мне нравятся GM-ы. Мне нравится возить пикапы. Их... Не берешь много. Этих пикапов. По четыре штучки максимум. Да. И разгружать быстрее. Вот. Ну, и как бы они помещаются хорошо. Но в данный момент... Ребят, у меня... Не только пикапы, но у меня еще и джипы. GMC Terrain. У меня будет два Terrain. И у меня будет два... Два пикапа. Вообще машин пять. Но пять у меня не поместится. Я сразу сказал диспетчеру. Потому что у меня будет высота на прицепе. Больше... Чем должна быть. Вот. Вот. Так что... Этот пикап, он скидывается у нас в квинте. Данная машина. Поэтому я ее забираю первой. Именно на этом ярле. Потому что все остальные три, как я уже говорил, находятся... 400 метров в ту сторону. Сейчас загрузим ее... Наверх. Скорее всего. Я думаю. Давайте поедем туда. Загрузим ее наверх, задом. Как все пикапы. А дальше поедем на другой ярд. Забирать остальные три. И на Нью-Йорк. Все машины, все четыре машины у меня будут идти на Нью-Йорк. На Нью-Йорк. Но две из этих машин идут на ближний Нью-Йорк. Граница с Коннектикутом. В деревню какую-то. Под названием Кармел. В общем, посмотрим. Не в Нью-Йорк-Сити. А вот именно это и еще одна идут конкретно в Квинс. Конкретно в Нью-Йорк-Сити. Так что, ребят. Есть немножко работы. Есть немножко работы. Смотрите. Дву РЭМы. Стоят почтовые. Эти простые белые. Без маркировки. Стоит наш авто. Желтенький. Я его даже не глушил. Потому что быстро все это происходит. Сейчас мы его наверх задом. Ну и все. Так. Литр. Так. Литр. Потому что эти машины все. Эти машины все высокие. Мне не нужно нижние этажи опускать конкретно. чтобы ставить их на пины, чтобы загнать эту наверх. Она загоняется легко на 3-4 дырки. Это на этих. На рейлах. На сваях. Есть там дырочки. По ним мы считаем. Как это правильно сделать. В общем. В общем. В общем. Мы загнали первую. Все. Вяжем и едем. Дырочки. Вот они. Дырочки. Про которые я говорю. Видите. Он не до конца опущен. А трачок заезжает. Легковая машина бы скорее всего не заехала. Сильно. Сильно. Поднимать высоко не будем. Потому что я сейчас на том ярде. Так же. Опущу. Так же. Опущу. Загонять наверх будем. Остальные машины. Красавец конечно. Мне нравится. Иногда провода касаются друг друга. Нужно замечать. Чтобы мотор не работал постоянно. Кнопку не ставлю. Потому что ребята. Она тоже клинит очень часто. Уже об этом спрашивали. Кнопка на прицеп. Который активирует моторчик. Цепями. Затягивать эти машины. Как бы запрещено. Но можно. Иногда. Но я шевролеты. Или джемы. Ни разу цепями не делал. Потому что нет нужды. Они всегда дают легально. Всегда. Высота нормальная. Как бы в этот раз дали пять. Поэтому я. Сразу отказался. От пятой. Заберу только четыре. Чтобы все было нормально. Так. Забыл. От машины. Отклеить. Баркод. Смотрите. Чтобы выехать. С этого ярда. Нужно. Вот этот. Баркодик. Который здесь на стекле. Наклеить. На документы. Которые у вас есть. На эту машину. Показывать. Так. Извиняю. Это не бумаги. Все, клеим И отдаем Как-то так Забыл От машины Отклеить Баркод Смотрите, чтобы выехать С этого ярда Нужно Вот этот Баркодик, который здесь на стекле Наклеить на документы Которые у вас есть на эту машину Все, клеим И отдаем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, одно забрали, едем дальше. Два часа дня. За полчаса, в общем, успели мы забрать один пикап. Я думаю, сейчас полчасика, заберем остановку. Наш сегодня никого нету на районе, все уже в пути. Один только я остался. В общем, ребята, пришлось еще одну тачку забрать на этом ярде. Я отсюда уехал, представьте, приехал на другой. А оказалось, что следующая машина, вторая была здесь, на этом месте. Просто номера здесь, короче, попутанные все. И нужно было идти в офис разбираться по поводу вот этой вот машинки. GMC Terrain. 2019 года выпуска, которая вместе с пикапом забирается на этом ярде. В общем, после потраченных, наверное, минут 40, мы нашли машинку, которая вот так вот выглядит. Первый раз забираю Terrain, вроде такой небольшой, но такой симпотный паркетник. Тот же Chevrolet Equanax, я так понимаю, только немножко полюксовее. Старые Terrain вообще смотрелись ужасно в прошлом. Баде. Сейчас смотрятся они гораздо лучше. Так, имеем какую-то царапинку или что-то такое. А нет, это не царапинка, мелочи. Все, сейчас пару фоточек и ем. Вот так вот эта машина выглядит изнутри. Бесконтактные ключики. Кнопочка. Кнопочка заводится. Спидометр вот вам. Небольшая какая-то местная система, даже Wi-Fi есть. Качественный экран, такой хороший. Салон смотрится довольно-таки прикольно. Даже переключаются 4х4 на автоматическом. Подогрев сидений. Подогрев охлаждения. А, нет, только спинку подогревает и спинку. И задницу. Куча USB всяких. Вот коробка переключения. Нажмали. Шпок. И поехали. Мягенько. Приятно, мягенько. Прошивка какая-то идет. 2019-го. Напоминаю. GMC Terrain. Панорамная крыша. Местительная машинка, короче. Даже очень. Четырехцилиндровая, я уверен. Там что-то в районе двух литров турбированный мотор стоит. Надо сейчас будет глянуть, что за моторчик. Да, иногда случаются такие приколы, ребята, когда запутанные цифры и вы едете на ярд, куда вам указано. Приезжайте, он говорит, не. Место поменялось. Возвращайтесь назад. Грузите машину там, откуда вы приехали. Ну, ничего. Это лишних 300 метров пешочком я прошелся, что не может не радовать. Мы сейчас будем проезжать мимо этих Volkswagen. Я все тут катаюсь и смотрю на них. Что они с ними будут делать с этими Volkswagen. Красивые такие Volkswagen, новенькие, есть постарее чуть-чуть. И все полностью дизельные. Такие они классные. Эти Volkswagen TDI. Классно. Продали бы они их по пару штучек куда-нибудь в другие страны. Было бы прекрасно вообще. Так, возвращаемся. Сейчас тут по луже мне проехаться. И лужи конкретные. Короче, я этого джипика, наверное, прямо сейчас к этому Сильварада подгоню. Нос к носу. Примерно и нормально будет. Самолет садится. Все, мы приехали назад на место. На старые наши места. Вот они два уже стоят. Мы идем искать. Искать, искать, искать. GMC или Chevrolet. Далеко ходить не пришлось. GMC Торрент. Я его прямо мимо и проскочил. Запарковался. Видите, как удачно. Подороже стоит 39 тысяч. Ничего себе. Что за такие дрова 39 тысяч? Там много. Так. Даже люка нет. Вау. Ничего себе. Тот 38 беленький стоит. Или нет, 36. С люком, с панорамой. Этот без люка, без ничего. За 39. Почти. Так, ладно. Это уже такие нюансы. Я хочу знать, что сделать. Снимку первую у меня скидываться. Машина. Поэтому я сейчас тут, скажем, последними. Сиерку вниз. А чтобы тяжело не поднимать. Я поставлю на хвост эту машинку. Вот это мне нравится. Турен вообще прям такой красивый. Бампера белые под цвет. О, лодочка стоит. Смотрите, какая прикольная. На реке Коннекти. Это у нас уже город Ньюхейвен. Направляемся, ребята, в Нью-Йорк. В Кармел. Сегодня успеваю только скинуть две машины. Скорее всего, за ночью и в Квинте. Район Квинтс, города Нью-Йорка. Здесь с утра уже буду разгружаться остальным. Погода опять нелетная. Короче, эта неделя у нас вообще конкретно. death. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА